Напомнить вам то же самое, что, на мой взгляд, я придерживаюсь системы Горбачева, наверное, надо сказать, Леавдиль. Товарищи, здесь есть два мнения, одно мое, другое неправильное. Совершенно невозможно составить себе истинное представление об иудаизме, не проработав пророков. И, к сожалению, бытует такое мнение в Израиле, что достаточно посмотреть текст, и все становится понятно. Как бы свое, родное, и все очень хорошо понятно. Это такое большое заблуждение, может, оно и хорошее заблуждение, что вот можно прочитать, и не благодаря тому, что ты связан душой с этим текстом, то как-то все проясняется. Но все же это заблуждение. Текст требует проработки. И проработки до сих пор, к сожалению, настоящие такие силы иудаизма не направлены на эту очень важную работу. Я всегда сожалею, что Раф Кукни написал комментарии к пророкам. Казалось бы, ну что при таком количестве текстов, ну что уже проще написать комментарии к пророкам, прояснить какие-то. У меня есть отдельные места, отдельные замечания очень интересные. Но, естественно, сквозного комментария нет. Такое же, к сожалению, по поводу Вильницкого Гауна. То, что у него можно найти, те крупицы, которые есть в его тоже коротком комментарии, который даже есть не на всей книге есть. Он открывает какую-то совершенно невероятную картину, часто несколько иную по сравнению с той, к которой мы привыкли. И все требует очень-очень серьезной работы, проработки. И мне представляется, что это задача на наше ближайшее будущее. А мы с вами это делаем по мере наших сил и возможностей. И надеюсь, очень надеюсь, что не так уж плохо и не так уж поверхностно. И когда растет количество людей, интересующихся, то обязательно должен быть и какой-то ответ со стороны тех людей, которые могут проработать этот материал. Но, к сожалению, еще не сделали. Ну, вот такая преамбула. Вот у нас с вами 4 минуты. Да, я думаю, что нам надо начинать, потому что жалко тех, кто приходит вовремя. Да, мы начнем. Да. Вот. И еще раз добрый день, добрый вечер. И, как всегда, с молитвой сердца и на устах, чтобы нам была помощь свыше в этом трудном деле изучения Торы вообще и, в частности, пророков. Вот. Мы с вами продолжаем книгу Шмуэль Алиф, которую, как вы уже хорошо помните, рассказывает о становлении Давида как царя. С одной стороны, иногда нам кажется, что все его трудности, которые он перенес в жизни, в основном непонимание со стороны людей, это, скажем, несколько излишнее. Зачем это? Вот. Но мы уже с вами понимаем, что во время своих блужданий Давид обретает те качества, которые необходимы царю, каким бы он развитым человеком не был, каким бы у него своя особая связь со Всевышним не была. Тем не менее, ему нужно очень-очень многое выучить, понять, осознать, прежде чем он поднимется на престол. Ну и, конечно, один из основных моментов, если не самый основной, который он выучивает, так сказать, во время своих блужданий, это постоянная помощь Всевышнего, постоянная рука Всевышнего, которая ведет его и защищает, если не дает ему всегда успех и благополучие, то она его защищает. И в последних главах мы увидим, что и народ постепенно начинает понимать Давида. Не случайный человек поднимается на престол, и клевета постепенно отступает на задний план, и народ видит образ совершенно другого человека, который способен быть царем, который способен возглавить Израиль. И вот один из таких моментов становления царя в нашей главе, к которой мы подошли. У меня просьба, если можно включить нам возможность демонстрацию экрана. Да, 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 конечно. Спасибо большое. Сейчас сделаем. Так, вот, и постараемся с этим как-то справиться, если вы помните, у меня занимает чуть-чуть времени это. Вот, может быть, прежде всего, с вашего позволения, мы еще раз посмотрим карту, и я взял несколько другую карту, чем была у нас. Посмотрим путь Давида в его блужданиях. Очень коротко, чтобы не останавливаться на одном и том же все время. Значит, из Гива, где находится, скажем, дом Шауля, я боюсь назвать это дворцом, находится дом Шауля, Давид бежит из своего дома при помощи Михаль, его жены, дочери Шауля. Он бежит сначала в Рома, и потом приходит в город Нов, где он получает меч и хлеб от первосвященника Ахимелиха сына Ахитуба, и затем он направляется в Гатт, где его узнали, но благодаря тому, что он призвалился в Решетчем, он уходит из Гатта и идет в Адула, место, богатое пещерами, в Иуде, и здесь к нему присоединяются его отец и мать, семья и братья и многие люди, которые... Абзея, извините, если можно карту показать, она не... Она не поднялась, карта. О, хорошо, чтобы... Хорошо, чтобы напомнить. Так, а я сделал одну небольшую ошибку. Вот, возьмем так. Так, поднялась? Нет, не видно тоже? Нет, нажми, раскрою файл, ты его сам видишь? Я-то сам файл вижу, да. Сейчас сделаем, сделаем. Сейчас раскрою, а потом нажми на зеленую кнопку. Секунду, 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 одну секунду. Одну секунду. Делаем так, делаем так. Теперь делаем так. Так, не поднимается у меня. А он у тебя раскрывается у самого в компьютере? Да, прекрасно раскрывается. Ты его раскрой. Когда ты увидишь перед собой картинку, нажми на share screen. Да, картинку я вижу. Теперь... Теперь возвратись обратно в Zoom и нажми на share screen и выбери это окно. Так, какой-то у нас здесь неполадок, потому что он не дает мне попросить включить. Он мне говорит, попросить включить. А, нет. Да. Секунду. Да, вот сейчас должно быть видно. Сейчас видно отлично. Прошу прощения за задержку. Еще один раз. Давид бежит из Гива, попадает в город Нов, получает хлеб и меч Галиата от первосвященника, продолжает свой путь в Гат, где его узнали. Но из-за того, что он притворился сумасшедшим, царь Ахиш его выгнал, изгнал. И он, царь Гат Ахиш, выгнал его изгнал. Он попадает в Адула, место, изобилующее пещерами, где к нему присоединяется его семья, отец, мать и братья. И еще 400 человек, которые решают его поддерживать. Отсюда он уходит к Мертвому морю Митспе-Моав. Родителей посылает в Моав с просьбой и братьев, чтобы они заботились о них, и с просьбой дать ему бежище. А сам отправляется ближе к центру страны и приходит в Киила, который он защищает от филистимлян. Но узнав, что Киила не будет противостоять и защищать его против Шауля, он уходит из Киила в Эйн-Геди, где он прячется в Митсуда на высокой горе. И из Эйн-Геди, он переходит в пустыню Зив, где его опять же выдают, и он вынужден скрываться. И из пустыни Зив, как мы помним с вами, он приходит на похороны Шмуэля в Раму. И будучи узнан здесь и по причине того, что пророк Натан объявил его царем в присутствии людей, он уходит в пустыню Паран. И вот здесь, в пустыне Паран, мы его с вами и застаем, и встречаем. Пустыня Паран где-то здесь, совсем как бы пустынное место. Это место, где уже нету, где нету пастухов, или они приходят туда на короткое время, но здесь никто не живет в этой пустыне. Теперь вот, скажем, да, и следующая глава у нас начинается с этого момента. Вот я пытаюсь открутить ее, но у меня не получается. Опять же, сейчас я еще раз сделаю попытку, открою главу. Так, чтобы вы ее видели. Одну секунду. Так. Вот, секунду. Вот, я надеюсь, что так текст виден, да? Да. И умер Шмуэль, и собрался весь Израиль, и скорбел о нем, и похоронили его в доме его, который в раме, и встал Давид и спустился в пустыню Паран. Говорили с вами, почему должен был бежать, потому что пророк Натан объявил его царем при стечении большого народа. И был человек Маона, видел его в Кармель, и дела его в Кармель. И человек этот велик очень, и у него скота три тысячи и тысяча коз. И было, когда он стриг мелкий скот его в Кармель, и имя этого человека Наваль. Говорят, что есть имя, которое отражает как бы самого человека, его характер. И Наваль, как вы помните, это человек неприятный, нехороший, можно сказать, который не ведет себя по правилам морали. Скорее всего, это не имя этого человека, а это его, так сказать, прозвище, или так, как пророк захотел, чтобы он остался в истории Наваль. Человек неприятный, и имя жены его Авигаль. Авигаль можно перевести как причина, моя, источник мой, это радость. Мой источник это радость, это ее имя. И женщина отличается умом своим, и стройнастаном, а мужу упрям, и дурны поступки его, и он Калби. Калби, можно было подумать, что это что-то связано с собакой, Келли, но это не так. Он из семейства Калева, из рода очень знатного, который, в общем-то, по своему происхождению своему, он из Бетлехима, из того же города, где жил Давид. Мы помним, что Калев получил Хеврон в наследство, но у Калева была и ветвь в Бетлехиме. И, казалось бы, Давид и Калев, они, по, так сказать, по крайней мере, по истории своей, по происхождению своему, они земляки, должно было быть какое-то взаимное понимание между ними. «И услышал Давид в пустыне, что стрижет Наваль сход его, и послал Давид десять юношей, и сказал Давид, юношам поднимитесь на Кармель и придите к Навалю, и спросите его от имени моего о благополучии его». Мы понимаем ситуацию. Давид живет в Паране, там нету непропитания для большого числа людей, которые уже с ним движутся, недостаточно воды. И его люди ходят вместе с пастухами Наваля, когда они уходят в пустынную местность, то там их встречают воины Давида, которые служат для них защитой от нападения разбойников и даже хищникам. И помогают им пасти скот, так, чтобы не было ни потерь, так, чтобы не было потерь ни от хищников, ни от падения скота, когда скотина поранится и ее вынуждены бросить. То есть, они фактически помогают пасти в исход и охраняют. «И скажите так, живи, и тебе мир, и дому твоему мир, и всему, что у тебя мир». Дело происходит накануне Нового года, и поэтому здесь поздравления к Новому году. Живи так же, как ты жил, чтобы у тебя было благополучие, как и в прошлом году. «А теперь я слышал, что стригут тебя теперь пастухи, которые у тебя были с нами, не обижали их, не пропало у них ничего все то время, что они были в Кармель. Спроси твоих отроков, и скажут они тебе». То есть, можно спросить у работников и узнать, что это действительно так. «И дай то, что найдет рука твоя рабу твоему и сыну твоему Давиду». Давид называет себя рабом, или можно перевести как работником Наваля. Можно спросить, кто же просил этих людей защищать скот, помогать пастухам. Но галаха, она такова, что если человек сделал какую-то работу для тебя нужную, и ты получил прибыль, то ты не можешь, это было выгодно тебе, хорошо для тебя, то ты не можешь сказать, что я тебе ничего не должен. Он может попросить минимальную, правда, но попросить минимальную плату за свою работу. И здесь Давид, он не ссылается на закон, но, тем не менее, он действует в рамках галахи, что мы исполнили тебе работу и просьба дать нам, по крайней мере, пропитание. И отвечал Наваль с угом Давида и сказал, кто Давид и кто сын Ишая. Сегодня приумножились рабы, бунтующие, каждый против господина своего. Естественно, что в Израиле уже давно знают, что Давид помазан на царство, и тем более после того, как Натан в раме на похоронах Шмуэля объявил об этом как пророк и как свидетель, объявил всему народу. Все это уже хорошо понятно. Понятно, что Давид не такой простой человек, к нему приходят, за ним идет множество людей, его поддержка в народе растет. И Анаваль предпочитает не заметить всего этого. Он предпочитает сказать слова, которые, скажем, не совсем понятно, откуда берутся. Вроде бы он из колена Иуды. Он не должен быть таким уж приверженцем Шауля, который мы помним. Он с какого-то момента опирается на колено Бениамина. Он, так сказать, увольняет и отсылает домой тех своих слуг, которые с колена Иуды опираются на колено Бениамина. И Наваль вроде бы не должен быть вот таким прямо человеком, который поддерживает Шауля. Однако здесь кроется в этом другая причина. Мы представляем себе, что разговор о царстве идет в Израиле давно. Кто будет царем? Он начинается еще в ту эпоху, которая описывается в книге Рут Ахимелих, который живет в том же Бейтлихиме, говорят мудрецы, что его имя означает Аллай Таво Малхуд. Ко мне придет царство, я буду царем. И мы видим, что Элемелих уходит в Муав, к народу, которому не стоит говорить, не запрещено говорить шалом, живет среди этого народа, и он уходит в голодные годы. Не потому, что он опасается голода, а потому, что он опасается за свое состояние, которое уменьшится во много раз, если он будет помогать всему колену Иуды. И мы видим, как Всевышний отсекает тех людей, которые действительно могли претендовать на царство. Они из колена Иуды и ведут свою удар дословную от Нахшона Бен-Аминадава, который первый вошел в море и Всевышний обещал ему царство. И, с одной стороны, со стороны матери Атмирьям, которой также было обещано царство. Вот эти люди могут сказать, что как бы все предсказания они ведут к тому, чтобы мы были царями. И что же мы видим, что у них предсказания предсказаниями этого недостаточно. Ни одного пророчества недостаточно для того, чтобы оно исполнилось, если люди недостойны исполнения этого пророчества. И Элемерих проявил качество человека, который недостоин, естественно, быть царем. Он бросает народ, не готов отвечать за него. И теперь Наваль. Наваль также ведет свою родословную и знатного рода от Калева. Калев, как мы помним, из колена Иуды. И он также мог бы претендовать на царство. И да, он претендует на царство. Он хочет быть царем. Он ждет момента удобного, когда он может сказать, что он может быть царем. И тут появляется Давид. И, естественно, его все нутро, как бы, оно не принимает Давида. И не принимает Давида. И отбрасывается в сторону то, что Шмуэль помазал его на царство. И отбрасывается в сторону то, что Давид уже удостаивается поддержки значительной части народа, как мы потом увидим. И через... Здесь в книге Шмуэля не очень это вырисовывается. Но через Девреями мы поймем, что значительная часть народа поддерживает Давида. Все это ему не важно. Важна только собственная гордыня. И он говорит об человеке, уважаемом в народе. Он говорит как о беглом рабе. Рабе, который бунтует против своего господина. И взял я хлеб мой и воду мою. Вода здесь это вино. Имеется в виду иногда. В пророках Маим это вино. Дело в том, что вино либо пили вместо воды. Слабое вино пили вместо воды. Либо добавляли его в воду. Как, скажем, некоторые дезинфицирующие средства. Поэтому вино иногда называли водой. И взял бы я хлеб мой и воду мою. И мясо зарезанного скота, которое я зарезал для моих людей. И отдал бы людям, о которых я не знаю, откуда это они. Он приравнивает Давида и его людей к разбойникам, у которых нет постоянного места обитания. Нельзя понять, откуда они происходят, откуда они родом, где они живут. И повернули отроки Давида своей дорогой и вернулись и поведали ему, как были все дела. Сказал Давид людям своим, пусть каждый припаяшься мечом своим. И Давид припаялся мечом своим и подняли за Давидом около 400 человек. А 200 сидели с вещами. Остались охранять не только вещи. Некоторые ушли со своими семьями к Давиду. И были и жены, и дети. Как мы это увидим, когда Давид окажется в циклаге, там это будет уже совершенно явно видно. И Давиду это первое, что, скажем, можно подчеркнуть, что Давиду это очень больно. Он понимает, что слухи, порочащие его, они не прекращаются. Люди, которые восстают против него и которые будут очернять его имя, уже не только его имя, но и всех, кто к нему присоединился. И он в 109-м псалме обращается ко Всевышнему со словами молитвы. «Бог славы моей, не молчи, потому что развивали на меня рты нечестивые и рты живые, говорили со мной языком обмана и словами ненависти окружали меня, и воевали со мной без причины, когда судиться будет, пусть выйдет виновным, и молитва его пусть выйдет во грех, и да будут малочисленные дни его, имущество его пусть возьмет другой, пусть будут дети его, сиротами и жена вдовой, не будет относящихся к нему милостиво и сострадающих сиротам его». Конечно, это очень сильная молитва. Мы понимаем, что, как правило, в подавляющем большинстве случаев нельзя молиться о том, чтобы Всевышний отнесся к другому человеку по мере суда, чтобы он посмотрел на его преступления. Говорят, что тот человек, который пробуждает суд небес, суд небес прежде всего смотрит на того человека, который обращается с такой молитвой, не на того, против которого он, скажем, обращает свои слова, а на того, кто обращается с такой молитвой. Но здесь, и поэтому это не пример для других людей, но нельзя сказать, что Давид не прав, потому что он думает не о себе и прежде, не о себе, он думает о достоинстве царя. Мы можем сказать о достоинстве будущего царя, но нет. Мы увидим сейчас из дальнейшего повествования, что Давид решает, когда он прячется в пустыне Паран, когда к нему приходят многие люди, лагерь вокруг него растет, это уже настоящее войско, настоящее поселение, причем большое, он решает, что он царь, он помазан на царство, и он удостоился поддержки народа. Как мы с вами говорили, что царь – это тот, кто помазан на царство, тот, кого утвердил Сангидрин, и тот, кого поддерживает народ, так или иначе, тот, кого народ не хочет каждый момент, каждую секунду как бы сбросить, избавиться от него, он становится царем. И вот у него есть эти два момента, а может быть и три момента, потому что мы знаем, что вокруг Давида множество мудрецов Торы, из которых можно составить Сангидрин, из которых он может составить Сангидрин. И у него есть вот эти три, у него есть эти три момента, и поддержка Сангидрина, по крайней мере, мудрецов Торы, уровня Сангидрина, у него есть поддержка народа, у него есть поддержка народа, и помазание пророком, он объявлен пророком. Давид решил, что он царь. И эта молитва свидетельствует об этом, потому что если бы он был частным человеком, которого обидели, и обидели его друзей, он никогда бы не позволил себе молиться такими словами. Здесь он видит в своем достоинстве, в дальнейшем как бы своем продвижении, в дальнейшем своем успехе, он видит успех всего народа, он видит уже себя во главе народа. И это момент очень опасный, очень опасный для Давида. А Вигаль жене Наваля сказал отрок, один из отроков говоря, вот Давид послал гонцов из пустыни благословить господина нашего, и налетел он на них. Один из отроков рассказал, из слуг Наваля прибежал к жене, которые, видимо, часто обращались, когда Наваль обижал других людей, поступал несправедливо или неправильно, жаловались о Вигаль, которая была женщиной мудрой, и была женщиной мудрой, и могла как бы исправить ту или иную ситуацию. И он подтвердил Вигаль, что эти люди помогали им, и защищали их, и никто их не обижал, пастухов, как мы понимаем, в той ситуации, вот в том древнем мире, в той ситуации, о которой мы говорим, это было очень важно. Стеной защитные были нам, защищали их от всех, и от чужих, и от обид своих собратьев защищали. А теперь знай им, посмотри, что тебе сделать, ибо неизмежно зло, которое постигнет господина нашего. Отрек понимает ситуацию, он понимает, что Давид это так не оставит. И поспешила Вигаль, взяла 200 хлебов, и два меха вина, и пять голов мелкого скота, и пять прокаленных зерен, и сто мер изюма, и сказала отроком своим, идите передо мною, вот я иду за вами. А мужа ее Навалю не поведала, что пошла к Давиду, чтобы он не запретил ей. И вот она едет на сне, и спускается по стороне горы, и Давид, и люди его спускаются навстречу ей. И встретила она их, и Давид говорит, только зря я охранял все, что у этого в пустыне, жалуется ей, ну, не жалуется, а объявляет ей о том, что случилось, и вернул мне зло вместо добра. Пусть так сделает Бог врагам Давида, и пусть добавит, если оставлю из всего, что у него до утра мочащимся к стене, то есть он собирается наказать весь род Наваля. Что он собирается сделать? Он собирается расправиться с Навалем по закону оскорбления царя. Тот, кто оскорбил царя, тот повинен смерти, как мы понимаем, и царь может судить единолично. И вот Давид, решив, что он уже достиг царства, идет на этом основании, идет нанести такой удар по Навалю и по его семейству. Авигаль упала перед Давидом и распростерлась на земле, и упала к ногам его, и сказала, и она заступается за Наваля, нет, не совсем, послушай слова рабы твоей, а теперь, господин мой, жив Бог и жива душа твоя, когда Бог удержал тебя от пролития крови и спас тебе твою руку, то есть укрепил твою руку, можно сказать. А теперь пусть будут, будут как Наваль, враги твои и домогающиеся зла для господина моего. Авигаль говорит, Авигаль убеждает Давида, оказывается, что эта женщина обладает пророческим даром, и она убеждает Давида не поднимать руку на Наваля, а передать суд в руку Всевышнего. Да, Давид решил, что он решил, что он царь. Может быть, может быть, это правильно, может быть, это подлежит какому-то дальнейшему обсуждению в Сангедрине, трудно сказать, но она, как пророк, она ему говорит, что Всевышний накажет Наваля сам, и это будет гораздо большим как бы подтверждением его царского достоинства, чем то, если Давид накажет его своей рукой. И Давид идет за словом пророка, идет за словом этой женщины, у которой есть пророческий дар. И она дает ему такое благословение. И встанет человек, чтобы преследовать тебя и домогаться души твоей, и будет душа господина моего завязана в узле жизни с Богом Всесильным. И из одного этого уже благословения мы можем видеть, что Авигаль действительно обладает пророческим уровнем. Она описывает, скажем, здесь возникает такое непростое понятие, как Гилгуль-Нафашот, «Переселение душ». Я всегда к этому отношусь с большой осторожностью. Есть целый ряд свидетельств как бы в Торе, что этот момент присутствует, но я всегда предлагаю относиться к этому как бы не углубляясь в подробности, тем более, что это невозможно сделать. Это такая область, детали ее закрыты от нас. У Аризаль посвящает целую книгу, целую книгу, или Раби Хаим Виталь, который записал труды Аризали. У него есть Гилгуль-Нафашот, «Переход душ». Тема очень, на мой взгляд, если понимать ее буквально, на мой взгляд, очень опасная, потому что начинаются какие-то практические выводы из этого, может привести к какой-то представлению, упаси Бог, к кастовой системе в Индии, когда у каждого человека есть корень души, и он где-то закреплен, там, скажем, в душе Адама, и с этим ничего невозможно поддерживать. Это его предназначение и так далее. Все эти теории, они совершенно чужды, они совершенно чужды иудаизму. Можно было бы разобрать, как бы, как относиться к Гилгуль-Нафашот, к переселению душ. Само по себе это очень интересная картина, красивая, скажем, которую рисует Аризаль, но я предлагаю не относиться к этому с практической стороны, тем более, что, невозможно определить, кто от кого, какая душа происходит, какой путь она прошла и зачем она пришла в этот мир. Иногда есть люди, которые как бы берутся это делать, это пока нету пророчества, об этом вообще нечего говорить. То есть, как какой-то конкретики, здесь совершенно нечего говорить. Теперь, вся эта преамбула, для того, чтобы объяснить ее слова, сами по себе очень красивые, как мы сказали, свидетельствующие о ее пророческом уровне. Будет душа господина моего завязана в узле жизни с Богом. Само по себе возвращение души в мир в второй раз – это вещь очень проблематичная. Душа возвращается для того, чтобы исправить что-то или даже как наказание она возвращается в этот мир. Есть сложная система. Опять же, я не хочу сказать, там, скажем, некоторые души приходят не полностью, как бы у них нет своего тела, но они соединяются с другими душами, даже помогать им и так далее. Во всем этом можно увидеть красивые моменты. Но здесь, возвращаясь к этому моменту, благословение Авигаль Давиду в том, чтобы его душа была всегда со Всевышним в узле жизни. То есть душа, которая спускается в материальный мир, она так или иначе отдаляется от Всевышнего. Если это даже не наказание, то это большая проблема и большие трудности для нее. А вот быть постоянно со Всевышним, не отдаляться от Него, потому что душа чистая и не нуждается ни в каких дополнительных кругах и переходах, это благословение Авигаль. И встань человек, чтобы преследовать тебя и домогаться души твоей, будет душа господина моего завязана в узле жизни с Богом Всесильным твоим. А душа врагов твоих, а души врагов твоих разбросает, заложив их в петлю брачи. Души, души злодеев и всякий, кто выстает против Давида, он воспринимается как злодей, уж по крайней мере Авигалю, который есть пророческий взгляд на вещи. Она говорит, что их наказание, что они будут отброшены от Всевышнего, далеко отброшены от Всевышнего. Либо попадут, то, что называется, в гееном, где присутствие Всевышнего присутствия Всевышнего скрыто, либо они будут заброшены в этот мир в такие условия, что им трудно будет восстановить свою связь со Всевышним. Это благословение Авигалю. Такая картина, что праведник, его душа всегда со Всевышним не отдаляется от Всевышнего, а души злодеев он отбрасывает от себя для того, чтобы они прошли какие-то еще круги, очистились и вернулись ко Всевышнему, пришли ко Всевышнему. Конечно, услышав такие слова, то есть, наверное, по многим признакам Давид понял, что он говорит с пророком, с женщиной, у которой очень сильный пророческий дар, но вот эти слова, они уж точно должны были убедить его в том, что он имеет дело с пророком. И когда она ему поведала, когда она ему поведала своим пророческим даром, что Всевышний сам, что у него нету нету права расправиться с Навалем, не следует опираться на то, что у него царское достоинство. Если оно и есть, как мы говорили, требует еще выяснения, но если оно у него есть сейчас, царское достоинство, то в любом случае это не приведет к уважению, к его уважению в народе. К его уважению в народе. Он со многими людьми, он скрывается от Шауля в пустыне, и сейчас он убьет Наваля. Далеко не все оправдают этот поступок, тем более, если пострадает не только Наваль, но и вся его семья. Тут можно сказать, что как бы дети не отвечают за дела отца. Здесь может быть два объяснения, что наверняка дети встанут на защиту отца поднимут руку на слуг Давида. Или можно сказать, что дети участвовали во всех делах отца и как бы были за одно с ним и прогоняли тех же посланцев Давида. Вот такие два момента можно представить действия как оправдания, не оправдания, объяснения действия Давида. Будет, когда сделает Бог Господин ему все то добро, как он говорил о тебе, и прикажет быть руководителем Израиля. То есть Вегаль, как пророк, говорит ему, что он еще не царь. Он еще не царь. По крайней мере, в глазах многих людей он не царь, и это не позволяет ему действовать вот так вот решительно, отстаивать достоинства царя. И не будет это тебе слабостью в коленах и с потыканием сердца. Мудрая женщина объясняет, что то, о чем мы с вами говорили, что царь не имеет права прощать оскорбления, что будут думать, что он человек слабый. Это моментально приведет к бунту либо внутри или к войне к нападению снаружи, как мы это видели с вами на примере Шауля в начале его царства. И она ему говорит, это не будет для тебя слабостью, вот такое прощение человеку, который так о тебе отозвался. Он говорит, как пророк, и чтобы не придется испытывать господин ему угрызения совести, то, что он не наказал в свое время Наваля, что проливал кровь напрасно, и поэтому ему тоже не придется испытывать угрызения совести, и чтобы спас господин мой его Наваля. А пусть он сделает так, и сделает Бог добро господину ему, и вспомни тогда ты рабу твою. Сейчас мы об Игаль поговорим отдельно, давайте посмотрим, что здесь происходит. Давид благословляет Авигаль, и благословляет Бога, что он послал к нему пророков в такой важный момент и не позволил ему допустить ошибку, и благословляет Бога, который не дал причинить зло, зло тебе, зло Авигаль, потому что это ее сыновья, дети Наваля, взял у нее из рук все, что она принесла, и пришла Авигаль к Навалю, и вот у него пир в доме, пир в доме его, как пир царя, и сердце Наваля хорошо с ним, то есть не случайно говорится, как пир царя, Наваль представляет, что он вполне и вполне заслуживает престола, как мы с вами говорили, и он пьян очень, и не сказала ему ни дела малого, ни большого до рассвета утреннего, а утром, когда вышло вино из Наваля, и сказала ему жена все эти дела, и умерло сердце внутри него, и стал камнем, вот он, Наваль, испугался, испугался Давида, с одной стороны, вот, и ему стало страшно, Авегал объяснила ему и силу Давида, и его решительность, не то, что это, скажем, один из сыновей Израиля, который всегда отнесется милостиво, и так далее, она объяснила ему, что Давид был готов расправиться с ним, вот, и было около десяти дней, да, и поразил Бог Наваля и умер, так как объяснила Авегаль Давиду, говорят, что события разворачивались между, разворачивались прямо передрожишь она, врожишь она, может быть, да, и вот эти десять дней раскаяния, они прошли, и в Йом-Кипур Наваль умер, и услышал Давид, что умер Наваль, и сказал, благословен Бог, он еще раз благословляет Всевышнего, да, и еще раз, да, и говорил, Давид говорил с Авегаль, чтобы взять ему ее в жены, да, и пришли слуги Давида Кавегаль, да, и просили, как сегодня говорят, от имени Давида просили руки ее, и встала, и поклонилась лицом до земли, и сказала, вот раба твоя в служанке тебе, чтобы омывать ноги слуг господина твоего, она согласилась быть его женой, да, и поспешила, и встала Авегаль, и поехала в насле, и пять девушек ее пошли с ней, и так далее, да, вот, Ахиноаму взял в жены Давида из Изриэля, и были они обе ему Ахиноаму, да, Ахиноаму, и мы, лучевая, конечно, по-русски Ахиноам, взял жены Давида из Изриэль, да, и были они обе ему женами, а Шауль отдал Михаль дочь его жену Давида, Палти бен Лаиш, который из Галиима, здесь еще целая история, скажем, да, об Вигаль нужно сказать еще два слова, дело в том, что Давид уже тогда думает о том, кто продолжит его, кто продолжит его дело на царстве. Понятно, что как каждый праведник или каждый особый человек, он понимает свою особенность, понимает свою особую связь со Всевышним, и он понимает, что далеко не всякий сможет сменить его на царстве, и он, и уже в это время, он начинает искать женщину не по красоте, как мы видим, да, а женщину, которая обладает божественным духом, для того, чтобы привести в мир человека, который, так же, как Давид, на котором, так же, как на Давиде, пребывает божественный дух. И здесь важно и рождение, как мы понимаем, и воспитание, если у него такая, так скажем, наследственность такая, это очень важно, и воспитать ребенка очень важно, и действительно Убигаль рождается, как мы впоследствии увидим, Келав, который становится мудрецом Торы, очень интересным человеком самим по себе, но вот такого ожидаемого ребенком или, скажем, молодым человеком, на котором пребывает божественный дух постоянно, так как хотел Давид, он все-таки не становится. Теперь довольно трагичная история. Шауль отдал Михаил дочь его жену, дочь его жену Давида Палти-бен-Лайш, который из Галин. Шауль решил, что, скажем, есть такой метод, который может, скажем, отменить, который может отменить, скажем, или сделать недействительным брак, заключенный со святостью, заключенным, как бы, как кедушин, сделать брак недействительным задним числом. То есть, объявить, что брак это на самом деле и не было. Этим приемом практически никогда не пользуется. Может быть, в истории нашей были единичные случаи, когда пользовались таким этим, скажем, методом обнулить брак, сделать его недействительным, для того, чтобы, естественно, это могут сделать, только еврейский суд может сделать, вот, но практически ни один еврейский суд этого не делал, для того, чтобы не обесценивать само понятие, не обесценивать само понятие брака. Как это делается формально? Собирается суд и объявляет, скажем, кольцо, что в то время это мог быть какой-то подарок, который мужчина передал женщине с целью заключения брака, объявляет его, скажем, гефкером, никому не принадлежащим имуществом, задним числом, получается, что задним числом брака нет, потому что нужно передать какую-то вещь, которая принадлежит самому человеку, и сказать, вот ты посвящена мне этим подарком, как кидат Маше в Исраиль, как положено по закону Маше Израиля и так далее. Вот когда-то он все это сделал. Допустим, человек, теперь возникли какие-то причины, допустим, собрался суд и объявил гефкером, то есть бесхозным имуществом, то кольцо, которое он передал Шауль, пошел по этому пути. Он отменил брак Михаль с Давидом задним числом силой царя, объявив имущество Давида еще как бы задним числом, не сейчас, а вот с какого-то времени, объявил имущество Давида принадлежащим царю, так как любой бунтовщик, который восстал против царя, ему полагается смертная казнь, на его имущество передается царю. Вот он таким образом он как бы отменил брак Давида, брак Давида с Михалью формально, оно-то правильно, собрал суд и объявил эвкером бесхозным имуществом тот подарок, которым Давид заключил свой брак с Михалью. Вот есть тут еще какие-то скажем ходы галахические, но мы не будем вдаваться в подробности, да, и таким образом Шауль решил, что он имеет право и формально, наверное, имел право выдать Михаль замуж за другого человека. Он взял одного из правильных людей, которые были в его окружении, Палти бен Лаиш, и отдал ему Михаль. Говорят, что Палти бен Лаиш не прикоснулся к Михаль, да, несмотря на то, что она ему очень нравилась, он не прикоснулся к ней за все это время, да, и не прикоснулся за все это время, и как бы он бонзил меч, и здесь была как бы его территория, если они были в одном помещении, а с другой стороны от меча была ее территория, никогда не подходил даже к ней близко. Впоследствии мы увидим, что Михаль вернулась к Михаль вернулась к Давиду, вот, и это было возможно, потому что, потому что, скажем, да, то, что Палти бен Лаиш к ней не приближался. Давайте мы на секунду остановимся и можем попробовать я могу попробовать ответить на ваши вопросы, а если таковых нет, то мы можем сделать шаг вперед дальше. Пожалуйста, я слушаю вас. Равзеев, можно вопрос? Да, да, пожалуйста. то есть, сначала Наваль не испугался Давида, достаточно дерзко говорил с его отроками, развернул их, в общем-то, а потом, после разговора с Авигаев, вдруг на него нашел страх. Вот, что такое он ему сказал, что он испугался или чего-то. Он, видимо, не представлял себе, что Давид может так отреагировать, скажем, да, он представляет себе Давида, как человека праведного, да, вот, он пришел, попросил еду, ему отказали, оскорбили, но что он будет делать, он уйдет, уйдет в пустыню, искать себе другой источник пропитания, пойдет кому-то другому, да, но когда Авигаль ему сказала, что Давид вышел против него, и что ей с трудом удалось остановить его, он очень хорошо понял, очень хорошо понял всю ситуацию. Этим объясняется то, что он говорит, рассчитывая на то, не рассчитывая, а просто как бы вот он, это естественно для него представлять, полагать, что Давид никогда не поднимет на него руки, ни на кого другого не поднимет руки, если это не квоем образом не оправдан законом. Да, спасибо. Можно еще вопрос? Да, пожалуйста, да. А Авигаль вообще не рисковала, то есть пошла сама не посоветовав с мужем другому мужчине какие-то подарки подносить? Не было риска, что Наваль мог это превратно интерпретировать? Ну, можно сказать, что можно сказать, что рисковала, это вы правы совершенно, что она рисковала и что Давид хотел сразу забрать ее себе в жены, то есть он сразу понял величие этой женщины как и как пророка, как человека духовного, он сразу осознал, сразу хотел ее забрать в жены, не дать ей вернуться к Навалью, но она вернулась к Навалью для того, опять же, как бы, можно сказать, ведомая божественным духом или ведомая словом божественным для того, чтобы сказать Навалью, для того, чтобы сказать Навалью, что произошло. Конечно, она рисковала, конечно, рисковала, потому что понятно, что что такой человек мог отреагировать, вспылить и отреагировать, но, скажем, видимо, он привык к тому, что жена всегда права, по большому счету, что она лучше понимает, и поэтому он и не отреагировал таким образом, то есть не выплеснул на нее свой гнев, и испуг его был велик. А то, что риск, наверное, есть риск, пророк действует как пророк, с одной стороны он исполняет заповедь, а с другой стороны малейшая его, скажем, ошибка, малейшая его ошибка, она может лишить его непосредственно божественной защиты, а может быть даже когда и нету ошибки, скажем, его Всевышний не всегда защитит. В нашем у нас есть примеры, есть пророк Схарья, не тот Схарья, как книга, которого известно, а Схарья, который жил в эпоху первого храма при царе Юаше, его убили прямо во дворе храма, когда он пророчествовал. Пророк рискует, так же, как поэт, можно сказать, в шутку, в полушутку, вот пророк рискует, безусловно. Ему иногда надо встать, обратиться к людям со словами, которые они не готовы принять. Была ли такая необходимость в данном случае что-то объяснять Навалю и так далее, если он не готов понять? Тут не готов понять, можно просто было его оставить в неведении, но, видимо, она действовала как пророк, и, видимо, необходимость объяснить Навалю, это связано с тем, чтобы дать возможность человеку раскаяться. Даже если это раскаяние не спасет его жизни, оно имеет большое значение для его души в будущем мире. А если осквернение имени Всевышнего, которое он допустил, оно велико, то его раскаяние, оно поможет ему и в будущем мире. Другой пророк возвращается к прежней мысли, которого, можно сказать, чуть не убили, которого бросили в яму с глиной, он чуть не утонул. Там это пророк Еремиягу, который ничем не провинился перед Всевышним. Он исполнял волю Всевышнего, он обращался с теми словами, которые не очень-то были, нравились царю, а в основном окружению царю Циткияху. Так что риск был, безусловно. Спасибо. Можем вопрос по окончанию прошлой лекции. Давид вернулся после встречи с Шаулем, на Месуду вернулся. Да, да. То есть, по крайней мере, большинство комментаторов и исследователей говорят, что Месуда – это древнее название этой скалы, и что там со старых времен существовали укрепления. Она самая, да? Да. Ее слава колеса Давиду. Спасибо. Ну, если нету вопросов, мы можем с вами попробовать сделать, может быть, шаг вперед, по крайней мере, начать следующую главу. То есть, скажем, если сделать выводы, да, что, какой важный урок сделал для себя Давид, что слово пророка, оно сильнее, бывает сильнее его соображений, и, несмотря на то, что на нем самом пребывает Божественный Дух, если приходит пророк к нему и говорит, то с этим, так сказать, надо считаться. Лучше следовать его слову. Теперь возьмем с вами следующую главу. Сейчас откроем ее, прежде всего. Так, так у нас виден текст. Да, разве я видел? А, да, хорошо, что видно. Вот мы видим, что Давид, он вскрывается по-прежнему в пустыне Паран, которая не так далеко от Зив, и люди из города Зив, они уже доносили Шаулю, они снова приходят к Шаулю и доносят на Давида. И Шауль спускается в пустыню Зив, и с ним три тысячи человек, отобранных людей Израиля, искать Давида в пустыне Зив. Мы по дальнейшему словам не можем представить себе, что назревает война с Плештим, и Шауль не может не знать тому, что Плештим готовится к решительному сражению. И в это время, вместо того, чтобы заниматься укреплением страны, он берет свое отборное войско и выходит на поиски Давида. И остановился Шауль у высоты Ахилла, что в переводе с Ахадского, как говорят исследователи, значит черное место, черная скала. Может быть, скала, которая отличалась темным цветом, не так важно. Ее местонахождение совсем известно. Которая над пустыней у дороги, А Давид сидел в пустыне и увидел, что пришел Шауль за ним в пустыню. Увидел, естественно, что у Давида были дозорные, и они ему тут же сообщили, что Шауль вышел за ним. Однако заранее никто не предупредил его, потому что, видимо, Шауль предпринял меры для того, чтобы его выход не был известен людям. И послал Давид разведчиков и узнал из них точно, что пришел Шауль к высоте Ахилла и остановился там. «И встал Давид и пришел в то место, где остановился Сауль, и увидел Давид место, где спал там Шауль и Авнер бен Нер. Напомню, что речь идет не только о жизни Давида, но и о жизни как минимум 600 людей, которые присоединились к нему, и их семей, начальник его войска, а Шауль спит в кругу, а народ разместился на ночлег вокруг него». И возвал Давид и сказал Ахимелиху хитейцу, «И Авишаю бен Сруя, брату Йоаба, говоря, кто спустится, кто пойдет с ним для того, чтобы спуститься туда, где распозавжился Шауль на ночлег. И пришли Давид и Авишаи к народу ночью, и вот Шауль лежит, спит в кругу, и копье его вопнуто в землю, и узголовье его, и Авнер, и народ лежат вокруг него». Мы представляем себе порядок ночлега, царь в середине, и стоит дозор вокруг всего лагеря, стоит дозор вокруг всего лагеря, а те, кто, скажем, его воины, они спят также кругом вокруг царя. Давид и Авишаи обходят дозор, и в этом также видна помощь Всевышнего, и воины крепко спят, хотя воины спят очень чутко обычно. Здесь они спят очень крепко, и Давида Авишаи бен Сруя, брат Юава, который впоследствии будет начальником Давида, начальником войска Давида, они подходят и могут взять копье Шауля и убить его одним движением руки. «И сказал Авишаи Давиду, предал сегодня всесильный врагов твоих в руку твою, а теперь поражу я его копьем, так что оно войдет в землю один раз, и не повторю удара, нанесенного ему». То есть Авишаи говорит «я опытный воин, я сделаю так, что он даже не вскрикнет, и мы с тобой, как пришли незамеченными, так же и уйдем незамеченными». И в конце концов пойми, что Бог отдает тебе Шауля в руку раз за разом, так как он и говорил тебе через пророков. «И сказал Давиду Авишаю, не убивай его, когда он беззащитен, ибо кто прострел руку на помазанника Бога и остался чист». Разве есть такой человек, который убьет помазанника и будет при этом чист перед Всевышним? «И сказал Давид, жив Бог, ибо Бог поразит его, или день его придет и умрет, или выйдет на войну и погибнет». «Дай Бог прострелить руку на помазанника». «А теперь возьми копье, которое у изголовья его, и плошку с водой, и пойдем себе». Плошка с водой, как мы понимаем, есть обычай, который у нас существует сегодня, когда омывают руки, сразу проснувшись от сна, сразу омывают руки. Этот обычай существовал давно, как мы понимаем. и Шауль приготовил с вечера себе немного воды для того, чтобы омыть руки, когда он проснется. И копье, и плошку с водой они забирают. Копье понятно. Для чего? Ну, посмотрим, что здесь происходит, попробуем объяснить этот момент. «И взял Давид копье, и плошку с водой от изголовья Шауль, и пошли себе. И нет того, кто бы видел, и нет того, кто бы знал, и нет того, кто бы проснулся, ибо все спят, ибо сон от Бога опустился на них». Мы видим, что Всевышний помогает Давиду, и, естественно, это не остается незамеченным Давидом. Давид Давид учится как бы еще и еще раз учится воспринимать волю Всевышнего сердцем и видеть вокруг помощь, помощь Всевышнего, когда он идет правильным путем. Он один раз попробовал поднять руку на помазанника Бога, и сердце его как бы заколотилось так, что он понял, что этого делать не стоит. Здесь он отказался, уже как бы наученный опытом, он отказался от того, чтобы поднимать руку на Шауля, и он видит помощь Всевышнего. И перешел, и удалился Давиду, ушел и встал на вершине горы далеко, большое пространство между ними, и возвал Давид к народу, и к Авнеру беннер, говоря, «Не ответишь ли, Авнер?» И ответил Авнер, и сказал, «Кто ты взываешь к царю?» Почему Давид кричит Авнеру, а не Шаулю? По двум причинам, он относится с уважением к Шаулю, и не хочет как бы обращаться к нему, по крайней мере, сразу со словами упрека, и второе, он возлагает за те преследования, на которые выходит Шауль против Давида, большую ответственность Давид возлагает на Авнера, Авнер постоянно находится рядом с Шаулем, Авнер постоянно наговаривает на Давида, Авнер постоянно переворачивает его поступки в плохие и недостойные, как мы помним последний раз, когда край одежды Давида отрезал у Шаули и показал ему издалека этот край одежды, Авнер сказал, что, ну, откуда ты знаешь, что он действительно отрезал этот край одежды у тебя, может быть, ты зацепился за кусты и этот край одежды оторвался, он подобрал его и теперь размахивает им, как будто он находился рядом с тобой и мог тебя легко убить. Это все, это все слова Авнера. К тому же, как мы представляем себе, Авнер начальник войска и на нем лежит ответственность за охрану царя. И сказал Давид Авнеру, разве не муж ты и кто подобен тебе в Израиле и почему ты не охранял господина твоего царя? Вот приходит один из народа истребить царя господина твоего. Нехорошо это дело, что ты сделал, жив Бог, что все повинны смерти за то, что не охраняли господина вашего. Говорит, обращается к ним Давид, да, он как бы говорит, да, разве, разве я, если что-то случится с Шаулем, разве я виноват в этом? Это вы виноваты в этом. Вы его войско, вы его охрана, вы что, не можете оградить его от одного человека? Посмотри, где копье и миска с водой, которая была у изголовья, у изголовья его. Скажем, почему Давид унес не только копье, но унес и, скажем, миску с водой, которая была у изголовья Шауля. Достаточно было бы показать копье Шауля, для того, чтобы было понятно, что он находился рядом с ним и мог легко убить царя. Одна из причин заключается в том, что Давид хотел подчеркнуть свою правоту, что посмотрите, вот царь просыпается и он не может очистить себя, он лишен возможности очистить себя, обрести чистоту, проснувшись от сна. И узнал Шауль голос Давида и сказал, голос ли это твой сын мой Давид. История как бы повторяется. Шауль, когда он приходит в такое состояние раскаяния, он узнает голос Давида и узнает его не в том смысле, что он узнал самого Давида, он узнает тот же самый голос, который приносил ему успокоение, когда Давид играл перед ним. И этот голос не может быть голосом человека враждебного, настроенного по отношению к нему. А теперь и Давид обращается с такими словами. Послушай, господин мой царь, если Бог подстрекает тебя против меня, пусть будет принесена жертва, и он будет обонять ее запах, а если люди прокляты они перед Богом, ибо прогнали меня... то есть Давид говорит, как делают, если есть какой-то непонятный вопрос, который невозможно выяснить, который невозможно понять, что за человека мучает, пусть он молится, обращается с молитвой ко Всевышнему. В старое доброе время, как мы понимаем, можно было не только с молитвой обратиться, можно было принести Всевышнему жертву, для того, чтобы он принял, и прояснил что-то, дал понять что-то, послал какую-то ясность, или послал пророка, чтобы он разъяснил что-то, это давно надо было сделать, молиться Всевышнему и принести жертву, так что если тебе тяжело, если на тебя пребывает тяжелый дух, есть выход, всегда есть выход, молиться Всевышнему принести жертву, а если это люди подстрекают, то они прокляты перед Богом, почему прокляты перед Богом, это удивительный момент, удивительный момент, не потому, что они искали жизни моей, не потому, что они оговаривали меня, есть что-то огромное, важное, самое важное для Давида, почему он готов проклясть тех людей, которые восстанавливали Шауля против него, ибо прогнали меня сегодня, чтобы не присоединиться мне к уделу Бога, говоря, иди служим чужим богам, богам, да, и на 112-м листе трактата Кубот эта фраза разбирается и говорится, что имел в виду Давид, что его прогоняют из земли Израиля, и для него уйти из земли Израиля, это все равно, что пойти служить чужим богам, сейчас мы попытаемся представить себе, в каком смысле уход из земли Израиля, это как служение чужим богам, да, вот, но прежде всего я хочу заметить, что здесь есть такая некоторая неясность или, скажем, ошибка, которая указывает на волюнтаризм и который существует, к сожалению, в не очень добросовестных и не очень качественных комментариях и выводах, да, говорят, что Давид, он собирается уйти к филистимлянам, да, а если речь идет о том, что он говорит о том, что он уходит из святой земли и уйти из святой земли, это все равно, что оставить служение богу и служить чужим богам, то такой вывод логичный как бы, да, что земля филистимлян не является святой землей. Равзеф, я дико извиняюсь, у нас сегодня поджимает, у нас в половину восьмого, то есть буквально через пять минут начинает следующее. Хорошо, мы тогда продолжим эту тему, остановим, только я скажу, что это вывод совершенно, совершенно, вывод совершенно неправильный, хотя бы по той простой причине, что Давид не знает, как сложится дальше его судьба, сейчас он к филистимлянам, а потом ему придется еще уйти куда-то, земля филистимлян была завоевана Иудой, земля филистимлян всегда входила в границы святости, никто нее не исключал из границ святости, да, вот, и она является землей Израиля. Эту интереснейшую тему мы продолжим с вами на следующем уроке. Хорошо, всего самого доброго, освобождаем аудиторию. Спасибо, Разве, большое спасибо. Спасибо огромное. Я надеюсь, что текст как-то прояснился, хотя бы в какой-то степени, это очень-очень важно для нас. Ладно, всего самого доброго. Спасибо огромное, напоминаю, тем, кто хочет участвовать либо участвовать в занятиях по ивриту, начнется буквально через пару минут. Всем счастливо и пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok